Начинается фаза пиков банов. Банится фнатиками Картус, Релли и Райс. Отвечают команда Эдигнита с баном Морганой, Рамусом и Шеном. Шен это вообще очень сильный чемпион, на мой взгляд, Рамус. Отлично гангает со своим таунтом. А Моргану также очень сильный маг. В то время как Икспеке пикает Жанну, ну это в принципе ожидаемо, то что Жанну сейчас first пикают. Потому что Жанна, после того как понять, он является сильнейшим суппортом. А сейчас мы увидим, кстати, Наутилуса от команды Эдигнита с нового героя. Все-таки патч с Наутилусом, но без фиоры. Пикается также в роли Адекерри у команды Эдигнита с корки, а команда Фнатик раздумывает над пикером Кенена и Ноктерна. Ну не знаю, он Аттер, я думаю, не самый хороший вариант, когда имеется открытый Скарнер и Шиван, но в принципе вместе с Кененом я думаю, что это смотрится неплохо. Играя на врыв, играть будут на врыв Фнатики. Скара себе думает пикнуть против Кенена. Кассиопея? Ну не знаю, не знаю. Кассиопея вообще сама по себе очень сильный герой, и выдаёт очень много сустейн дэмэджа, но тем более против Жанны, брать Кассиопея, ну не знаю, может быть. Также пикается Лисин. Ну и пока непонятно, куда пойдёт Наутилус, куда пойдёт Лисин. На мой взгляд, что всё-таки Лисин более сильный джанглер, несмотря на то, что у Нутилуса имеется граб, похожий на граб Блицкранка, и при этом защищает джангл он быстрее, чем Блицкранк, но ганги от Лисина будут посильнее. Но тут я хочу покомментить матч Фнатиков против команды Дигнитас, потому что... Так, Артур, всё, заканчивай со своими советами. Всё-таки будем мы комментить Фнатиков, и несмотря на эти лаги, надо бы постараться. Пикают также Нунуну в роли саппорта команды Дигнитас, и допикивают Эш и Твист от Фэйта. Шушей будет на Кене, не стоять на топе, а получается Касси АП будет против Икспеки играть на Миде. Играют, как обычно, в Дабл-АП Фнатики. Ну, не знаю я на самом деле. АПшники вообще сильные, но... Команде нужен бруйзер, а... И одного танка вообще недостаточно для того, чтобы защищать целых двух АП-карри и одного АД. Но для этих целей как раз и пикается Жанна, очень сильный дефер, который будет откидывать Касси АПею и остальных неприятных персонажей от своих кэрри. Ждём мы старт игры. Тут ребята просто показывают нам один фпс раз в пять секунд. Твич, как обычно, радует. Особенно вот этими лицами, которые можно увидеть в стоп-кадре. У комментаторов весёлые. Игра начинается. Выходит команда Дегнитос во вражеский лес, ставит сюда варк на в райтов команды фнатиков, но также от фнатиков там стал варк, поэтому они знают, что... на их в райсах варк, и, соответственно, не будут, я думаю, палиться в том моменте. А вот команда Дегнитос не знает, что у их соперников там стоял варк, и поэтому, можно сказать, в пуску потратили свой варк команда Дегнитос. Собирается состилить вражеских големов, и наверняка вражеский красный. Ну и такие же лаги тут на Мейн-канале. Хотя вроде лагает чуть меньше пули, помогает забирать в бой бою и соперил в райтов. Прокачивает Лисин себе W спелл, соответственно, если они сейчас встретятся, то вместе с Лисином, то Лисин не сможет уйти с помощью Ешки замедлить своих соперников, но он отходит благоразумно, и сейчас у него все начнется не очень хорошо, потому что... А, нути... Ой, вот это я зафелил, конечно, потому что на самом деле Лисин играет на топе, забрал он большого брайса для Икспы себе, и три остальных забрала себе Кассиопея, то есть сейчас чуть-чуть будет оверлевелить Лисин и Кенена на топе, но у Тилус забрал свой синий баф и выходит за красным бафом соперника. Чё-то я забыл звук отключить на стриме. Надеюсь, не забыл я микрофон включить. Ладно, поехали дальше. Ровно пока идут по фарму команды Фнатиков и Дегнитос, зачищают свой джангл на Утилус, и делает он это чуть быстрее, чем на Актерн, несмотря на то, что... Да, Актерн начал немного лучше джангл со стила вражеского, но теряет экспу на Утилусу в любом случае, он не забирает вражеский, не свой красный. Время как Актерн забрал вражеский красный, забрал свой синий и сейчас заберёт свой красный баф и будет немного оверлевелить по Экспе. Размениваются по ХП на топе Кенен с Лисином по фарму, пока Лисин оверфармит Кенена, что очень странно. Ну, действительно. Кенен уже выпил три пота. В это время Экспе Кенен также фармит, как и Кассиопея. Пока очень ровно идут команды по фарму. На боте чуть-чуть разменялись по ХП Корики и Аша в итоге, так как... А, Корики просто не пил по капоту, всё нормально. Кассиопея ловит токушкой твистер фейта и сносит ему пол ХП, но при этом теряет огромное количество маны. На Утилосу синий баф тоже нужен для джанглинга. И, как бы, Кассиопея сейчас будет терять мобов под вышкой за счёт того, что у неё нету маны. Хотя у неё по фарму так неплохо. 26 на 24 ТФ-овских крипа и, как бы, не всё так плохо. Выдвигается в сторону волков Ноктерн, что это было непонятно. Наверное, Лисин хотел взять Големов, пока его линия запушена, но туда подошёл верный друг Наутилос и не дал своему тибейту сделать этого. А Шушей всё делает грамотно. Держит линию на одном месте. И в итоге его лайн очень долго ещё будет пушиться. Как минимум, одну волну. И Лисин вынужден опасно стоять без варьда. Встречает, кстати, Наутилуса. Здесь Ноктерн кидается в Наутилуса красный баф, чтобы замедлить, и тратится два флэша командой. Дегнитос отфлэшивается. Кассиопея за ней отфлэшивается. Также Твистед Фейт и Ноктерн. И всё-таки делают Фёстблат команда Фнатики, вырываясь вперёд по голде на тысячу монет. Сейчас Твистед Фейт запушит просто. Вейв и бэкнется, я думаю. Кассиопея потеряет некоторое количество фарма, некоторое количество опыта, и Твистед Фейт будет себя неплохо чувствовать на миде после такого. Но зато сейчас подфармит вместо Кассиопея чуть-чуть Наутилус. И догоняет по Экспе... По Экспе догоняет Ноктерна. На боте у нас пофарму чуть-чуть перефармливает Аша на 9 хрипов. На топе Шушей вырвался вперёд. На миде всё до сих пор одинаково. Одинаково, быстро как-то Кассиопея вернулась на мид, не знаю. Скоро, кстати, рессается красный баф соперника и синий баф. Красный баф и синий баф команды Дегнитос. Именно в таком... Примерно одновременно они зареспаунятся где-то, я думаю. 7-15-7-20. И, возможно, команда фанальтиков предпримет какие-то действия. Да, 7-15 заспаунился. Красный баф и синий баф также примерно в это время заспаунился. Лисин тут на топе держит большую пачку плипов. А Шушей у фарма нужен. Шушей харасит Лисина и... В итоге, на самом деле, теряет больше, чем... Помог получить фармя просто свою линию. Лисин, поэтому не отстает от него по фарму. Стилит синий баф Ноктерн своим смайтом у Кассиопеи. И тяжко сейчас придется. Кассиопея без синего бафа, ну, очень тяжело на самом деле. Но, с другой стороны, у нее есть два Доран Ринга, поэтому... Но на фарм маны ей будет хватать. Сейчас заберет Ноктерн свой синий баф и, возможно, поставит вард на их... А, ну, вардауна Ноктерна нету. Фонарь он уже использовал, поставил вард на синий баф команды Дегнитос. Около синего бафа. А тут идет в агрессию Лисин против Кинена. Кинен дает стан и отплевывает со своими сюрикенами. Располкивает чуть-чуть ТФ Кассиопею на миде. Имея 60 крипов на 60 крипов. Несмотря на то преимущество при Фюзблазе, которое дал ему Ноктерн гангом своим, Кассиопея от ТФ по золоту не отстает. Берет ТФ свой синий баф и... Ребята хотели вывелся на топ, на дабл ганг, но Лисин отошел. Конечно же, ему сообщили о миссии. И вообще, я не подумал. Да, в принципе, ТФ неплохо смотрится с Ноктерном. У обоих ульты с далеким действием. И как бы... Если грамотно использовать их, то можно затащить игру. Перефарм идет пока на 1300 золота в пользу команды фнатиков. Но Тилус подходит на мид. Пытается застанить... Подстанивает он все-таки ТФа. Но ТФ отлично просто действует. Станет на Утилуса. И также... Сейчас убьет Кассиопея, кидает слоу-карту. Ой, фейл был. Забирает он Кассиопея, но Кассиопея убивает ТФа. Стал он прямо в ренч вышке. И немного... Небольшой фейл был. Он запустил красную карту вместо желтой. Так бы он сделал килл и выжил бы. Но... Не мне его судить. Счет 3-1. Перефармливает... Команда... Фнатики... Команда Фнатики... Команду Дегнитос на... Ну, по почти 2000. Идет перефарм 1700 золота. Сейчас обэкается ботлайн и догонит. Вешает Игнает Шушей на Алисина, дабы испугать. Не знаю. Ульта у него не было. Алисин потратил в итоге флеш. Ну, в принципе, отличный размер. Потому что Игнает респаунится почти в два раза быстрее, чем флеш. И, соответственно, к следующему респауну флеша можно будет... И к следующему респауну Игнаета можно будет убить попытаться Алисина. Кассиопия не отстает по фарму от ТФа. Несмотря на то, что она уже погибла два раза. 73 на 74. Она на боте 91 на 85. Чуть-чуть перефармливает Эш. На топе, как я и говорил, Шушей пытается харасить противника. Осуществлять прессинг на него. Но в итоге Игнает Шушей перефармливает Шушей на четыре крипа уже. Несмотря на то, что Шушей играет Кененом, а Игнает играет Лисином. Вот так вот. Вайбой. Ищет что-то на своем красном бафе на Утилус. Ничего не находит. И выдвигается в сторону мида. Бэкается Кассиопия. Выдвигается в сторону мида на Утилус. Наверное, для того, чтобы получить эксплу. Нет. Остается Кассиопия. Ну и пока ничего не происходит. Разве что Нактюр пытается, наверное, загангнуть как-то мидлайн. Сейчас попробует забайтить ТФ Кассиопию. Кассиопию. Да, да. То, что происходит, то, что я говорил. Но сзади подходит к ним Наутилус. И все это в лагах происходит в ужасных. Поздняя стрела и немного кривая от Эш. Но в итоге счет 4-1 в пользу команды Фнатиков. 4-2. А, ну понятно. Все правильно сделал. Правда, немного не рассчитал. Подходила бот-линия, чтобы его встретить и убить. Но можно было попытаться спрятаться в волках. И, я не знаю, выжить. Потому что там вышка. В итоге размен 4-2. И будут пытаться забрать дракона команда Дивинитос. У них-то уже Кассиопия тряснулась. А у команды Фнатиков Лесняка не было. Сейчас был мини-файт. Который закончился 1-0. И теперь без проблем забирают на дракона команда Дивинитос. Сделая камбэк. 4-4 счет. И сейчас догонят они резко по золоту. Да, догоняют по золоту Фнатиков. И теперь снова ровная игра. Упустили свое преимущество Фнатики. И неаккуратно сыграли в некоторых моментах. Улыбаются Дивинитосы. Счастливые лица у них. Радуется камбэку. А вот у Фнатиков лица подручнили-то. Шушей оверфармит на одного крипа. Войбой. На Лисине. Блин, я не знаю, как это. Если бы... Ну, не знаю, вообще. То ли Войбой слишком хороший для Шушей. То ли... Кенен уже не контрит милишников. Вообще, Кененом очень нетрудно стоять против милишных героев на соло топе. Но, с другой стороны, Алисин имеет такой спелл, как Соник. И, соответственно, при попадании может притянуться и обмениваться скиллшотами. С ним немного опасно, Кенен, я думаю, да? Опять... Твичи радует нас своими лагами. Ровно сейчас идут команды по золоту. 18600, 18800, 4-4 счет, по вышкам 0-0. Дракон 1 у команды Дигнитос. Подходит Лисин... Подходил Лисин в сторону вражеского синего бафа. Поставил туда вард, но... Он не узнает, когда синий баф ресницы. Немного не достает вижем до того места, где стоит голем. Как действует Лисина агрессивно? Прыгает на крипа, чтобы чуть-чуть продамажить Кенена, в итоге получает больше урона. В те времена я пытался сейчас на Утилу загангать бот, ничего у него не вышло, и уходит он подальше отсюда. Все правильно. Косиопея возвращается на Мид, имеет 124. Подходит на Утилу с на Мид и успешно гангает Иксперки, и забирает фраг. В итоге Косиопея сейчас запушит. Я не знаю, смотрите, Косиопея отлично нафармил, несмотря на 3 смерти. 128 клипов на 114 Тэвовских. Просто замечательный фарм. Отлично играет команда Дигнитос. Вообще не ожидал я, что... Настолько достойный отпор они будут давать Фнатикам. Рано я их списывал со счетов. Тем временем 2 на 2 дерутся на боте Коркис Сануну против Ашиса Жанны. И выигрывает этот файт, забирая фраг себе. На Утилу с тем временем заходит на своих волков. Блин, пропустил момент немного. Лисин рикстендил и в итоге пришел на топ с помощью своей ульты Твистед Фэйт. И забрали они Лисина. При этом Шушей выжил и получил... По-моему, да, получил он килл. Имеет 102 фарм на 99. Все-таки очень слабо, на мой взгляд, на 17-й минуте. За рейндж-герова против Милишного. Покупает себе Воту, Три Кольца и Мерки Кассиопея. Теперь она немного даже танкованная. И плюс не так долго стоит в станах Твистед Фридом. В принципе, ее выбор очень даже оправдан. Расставляет ногтюрные ворды тактические. Два ворда стоят от команды Дигнитос. Около дракона один на в райтак соперников. Один прямо на дракона. Пытался снова сейчас загонгать на Утивас. Твистед Фрид, но у него это не вышло. По фарму Дигнитос опережают команду фнатиков на 800 золота. Ну и пока больше никакого экшена не происходит особо. Пытается подзонивать до сих пор и шушей. Лисина. Не сильно начал перегонять Лисина по фарму. В то время как Кассиопея и Кольки фармят очень хорошо. Но Аша от Кольки не отстает. Идут прям вровень. Но тут один момент. Зачем-то Аша собрала блудристы. Вот этого я на самом деле не понимаю, ребят. Зачем Аша был блудристы. У нее только один скилл. Скиллится от АД. И она сама по себе довольно лейтовый герой. Ей надо быстрее рашить инфинити с фантом дантерами. Чтобы иметь удар с руки. Потому что бурса как такового у нее нету. По сравнению с другими героями. А по сравнению с другими АД Кореи. Поэтому. Поэтому ей нужны инфинити с фантомами. То есть на мой взгляд выбор блудристера не оправдан. Хотя фармит она хорошо. И ей это дает делать. Кольки тем временем покупают Блэк Кливер. Нравится мне этот предмет на Кольки. Потому что вместе с его Е-спеллом. Пулеметом. Гатлингом. Дает очень сильный срез брони. Буквально в минуса уходит броня. У сквишовых парней. Таких как Твистед Фейт. Шушей. На Кенене. И форсит драку. Команда Дигнитес. Понимая что они сильнее. И надо пытаться делать драки. Врывается. Кассиопеев Кенена. Убивают Кенена. Брустят его буквально. Размен идет 2 в 1. 2 в 0. 3 в 0. И очень на маленьких хп уходит Кольки. И сейчас скорее всего будет размен 4 в 0. Сейчас убивают Ашу. 4 в 0. Размен. И уходит на валах буквально Жанна. Размен 4 в 0. И дракон. Я вот не успел уследить чей дракон был. Но судя по золоту, все-таки команда Дигнитеса принимает они решение идти на барону. Неужели? Может мне кажется? Да, мне кажется. Все-таки не решились они пойти на барону. Ну и правильно. Не надо сейчас рисковать. Терять свое преимущество. Давать его. Лисин тем временем забирает вражеский синий баф. Очень хорошо. Оставляет из Фрейта без синего бафа. Подается сюда ЦВ, но успевает Лисин забирать синий баф. Сейчас они должны делать инстарикол и дефить на Шору, которую сейчас могут пытаться зарашивать команды фнатиков. Хотя Реш довольно далеко. Началась я собирать к Сиопе Релай, а у Корги уже 5 фрагов, и он покупает второй баф Сворд, имейство 71 Репстат. И на шее этот бесполезный блудристый вообще никак не помогает. Я думаю, все-таки плохой этот выбор был. Пламя немного не шарит. Ломает Шушей на топе вышку, и счет по вышкам становится 1-0. Открывает счет команда фнатиков, но умирает сейчас скорее всего Шушей от Вои Боя. ТПшится на топ. Твистед Фейт. Вот это жесть. Просто двоих убивает Соло. Вои Бои на Лисине. И вот теперь все действительно плохо у команды фнатиков. Влетает на Лисина, на Актерн с помощью своего Даркнесс. И с этими лагами вообще не поймет, что происходит, но не убивает, похоже. Похоже, не убивает Лисина. Да, Лисин выживает, при этом умирает сам на Актерн. Ну, я думаю, тут уже становится все понятно, несмотря на то, что преимущество было не таким... Преимущество было у команды фнатиков, но смогли Дигнитос. вырвать преимущество, да еще и большее, чем было у фнатиков, свою пользу. И сейчас они его должны очень сильно реализовывать. Вообще, все-таки, не до пик какой-то, мне кажется, у команды фнатиков странные. Аша с Кененом смотрится отлично, да? Но было бы неплохо другого джанглера и вообще бруйзера им в команду. Вот, например, Лисин. Уж в сто раз лучше, чем какой-нибудь там... Я не знаю, с кем его сравнивать. Технически небольшие проблемы. Пытаются опять что-то сделать в фнатике. Телепортируется на корике Твистед Фэйт. Станет, его убивают все-таки корики. Ламия добивает корики. Ловит они. Ну, ну, так же сейчас, возможно, заберут. Ну, откидывает джанна от своего АД Кэри. Фокусит ламия Кассиопея. Кассиопея, но Кассиопея уже рейдбосс. Ее не просто убить. Да она сама всех сейчас убивает. С ее-то закупом рула и довота. И три Доран Ринга. Это жесть просто. Два дабл бафа и убирает также Аша. Размен происходит. Один в два. И на очень лоу хп убегает Твистед Фэйт вместе с Жанной. Ашуша Эти временем не расстраивается и пушит топ. Но я думаю, что никаких плодов это, в принципе, не принесет для команды Фнатика. В счет уже становится 6-15. Перефарм по голде на 7,5 тысяч в пользу команды Дигнитос. 3-1 по вышкам. Не помню, если честно. По-моему, два дракона забрали уже команды. Дигнитос и скоро будет третий. Скорее всего, третий дракон тоже будет за ними. Уже ждут его. Наверное, вот с секундой на секунду респаунится дракон. Я его не таймил, к сожалению. Точно сказать не могу. А хотя, я смотрю, Фнатики противопоставить. Разменяет дракона на барона. Но, так как у команды Дигнитос все проваржено, они им дают это сделать. Забирают. Забирает Кассиопея 300 фейта. И теперь сами команды Дигнитос уже могут форсить барона. 4 на 5 спокойно. Никто им не помешает. Сейчас Кассиопея пока не бьют барона. И враги подтягиваются от хилипсона, от барона. Решают они зафорсить драку, оставляя Лисина держать барона. Шушей дерется с корки. Убивает Шушей и корки, но добивает Кассиопея Шушея. И продолжают они убивать барона уже. Тем временем Цианид ждет для того, чтобы момента, чтобы состились барона. Прижимает ульту и использует он его в Наутилоса. Он пытается фокусить вообще непонятно кого. Что происходит в этом сумасшедшем тимфайте? Пытался зафокусить он Кассиопея, а надо было фокусить хотя бы на Утилосу, у которого действительно не оставалось хп. Плюс ко всему это еще и был Иисник в итоге. Разменивается я не знаю сколько в сколько. Это было примерно 4 в 6. А именно 1 в 6. Одного убили у команды Дигнитос и шестерых у команды Фнатиков. Убили сначала пятерых подряд, по одному. И потом еще Тестат Фрейд прилетел на Телефорте и его тоже забрали. Ну это вообще какой-то бред. 7-20. Счет становится в пользу команды Дигнитос. Перефарм на 10 тысяч золота сейчас будет. 3 дракона, 3 вышки против 1. Ну и тут игра подходит к своему логическому завершению, я думаю, потому что у Кассиопея уже счет 10-3-5. У нее готовится Рободон, и когда она соберет Рободон, у нее будет просто огромное количество абилити Повыр, по сравнению с тем же Тристат Фейтом, у которого только палка на усе стопы и Лич Бэйн. Также скоро соберет Атму Лисин себе. Не могу я, к сожалению, перевести, что пишет, на что ругается бедный Цианид, который играет на Ноктюр, не имея счет 3-5-2. Ну, конечно, не очень показывают себя фанатики, особенно Экспеки, который считается самым сильным игроком в команде, но имеет стат 1-7-5. Это жесть просто. Ребята явно не в форме. Форсит, Барона, снова команда Дегнитос, и снова попытаются помешать им команда фнатиков. Отлично зафокусили Нуну, но это бесполезно, на мой взгляд. Украли, украли, отлично застилил Барона Ноктюрн, зафокусили Кассиопею, убили Нуну. Размен идет 2-1 в пользу команды фнатиков, и идет дальше замес 2 в 3, 1 в троих. Сейчас разменяют, скорее всего. Нет, не убивают все-таки. А, убивают. 1 в 3 размен производит команда фнатиков, и делает небольшой камбэк, забирают они также на шори, и сейчас пропушат 2 вышки, скорее всего, и немного догонят по золоту команду Дегнитос, плюс они имеют на 4 игроках Барон Бафф, что также немаловажно, который дает разницу, которая сейчас имеется в айтемах у этих команд. То есть, пока висит на команде фнатиков Барон Бафф, сражаться они могут наравне. Но, с другой стороны, они победили Team Fight, потому что не самым лучшим образом сыграла команда Дегнитос, я думаю, что это был такой проблеск надежды, но на самом деле, который не оправдается, потому что, как я видел, Кассиопея, по-моему, ни во что не завоутила, и в итоге ее просто зафокусили, убили на актера со стилем Барона, сматить Ну, Тилус не умеет, наверное, или Синт со своей кьюшкой попытался бы добить Барона, но снижается преимущество команды Дегнитос, несмотря на то, что на 5000 на команде фнатиков имеется Барон Бафф. Но отлично фармит, кстати, команда Дегнитос, особенно Корики, топ-1 по фарму сейчас в этой игре, 250 имеет на 31-й минуте, хороший результат, на мой взгляд, тем более в настолько профессиональных играх, забирают вышку на боте фнатики, и счета вышка становится 4-3 в пользу фнатиков, и тут они по боту, но актерам в это время на миде. Заспличены немного фнатики, и вот это может сигать не очень хорошую, злую шутку с ними, но все-таки не решаются инициировать Дегнитос против Барон Баффа, ну, в принципе, правильно, но на актер у меня есть ульт, не просто так же он сейчас пушит топ, в то время, как команда пушит бот. Все правильно делает, на мой взгляд, команда Дегнитос, извиняюсь, команда фнатиков, отфлешивается, правда, на актер, тратит флеш, но в это время, нет, и в это время не производит никаких абсолютно действий команды фнатиков, я не знаю, мне кажется, они могли бы задайвить 4 на 5, хотя они принимают более интересное решение, вот это да, вот это молодцы фнатики, на самом деле, смотрите, они забрали вышку, но, блин, но все-таки слишком сильный предмет у команды Дегнитос и разрушают просто фнатиков, они по очереди по одному, хотя пришел ТФ из ниоткуда, и сейчас это будет ингибитор в пользу команды фнатиков, размен произошел 2 в 2, вот это да, вот это на ЛОХП ушли, конечно, Лисин с кройки, 2 в 2, но при этом забирает вышку и ингибитор команды фнатиков, то есть, размен отличный получился для них, и сейчас они уже начнут, начинают, что очень странно, но они начинают, делают камбэки, и потихоньку у них получается доминировать, ловить на ошибках команду Дегнитос, и побеждать игру, реже наконец-то собирается инфинити хитш, и теперь имея инфинити хитш, блудристер и фантом даньсер, у нее действительно очень много урона, инфинити хитш после фантом даньсера плюс блуд 300 дают просто огромные криты, если с блудристером по крипаму у вас был крит где-то 400, то добавляя инфинити мы получаем криты где-то под 800-900, соответственно в два раза больше дэмэджа один предмет дает треснулся дракон, и возможно сейчас будет за него драка, но шуши на боте подпушивает, подпушивается миту команды Дегнитос, потому что у них нет ингибиторы и начинают форсить барона, ой как нехорошо засплютился Твистед Фейт, вылавливают Твистед Фейта, команда Дегнитос брустят, и я не вижу что происходит, потому что опять лаги, о мой бог, опять фнатиков развели, убили Твистед Фейта, блин, экспеки вообще что-то не то делает, просто взял и поймался, как я не знаю кто, в итоге убивают троих из команды фнатиков, команда Дегнитос, и сейчас возьмет свой ингибитор обратно, и как бы камбэк не удался, я думаю, глупую ошибку совершил экспеки, в итоге поставляет свою команду, блин, вообще не очень хорошо все получилось, пошел за чем-то один за сплитченый, вся команда далеко от него, как так, дружище, как так, еще сильнейший игрок, ну не сильнейший, но экспеки очень сильный, в том случае, такую ошибку допускать просто нельзя, решает бэкаться команда Дегнитос, тут стоит вагд от команды и фнатиков, поэтому они видят, где сейчас находится команда Дегнитос плюс использует свой ультимейт 300 фейт, возможно, кого-то хотят зачизить, возможно, хотят попытаться осилить, нет, 300 фейт просто пытается бэкдарить, ну и ему, в принципе, больше ничего не остается делать, как пытаться бэкдарить, а тем временем врезнулся барон, и пока 300 фейт отвлекает на себя внимание, попытаются забрать быстро барона команда фнатиков, забурстить, и у них это, скажу, получается, давайте, ребят, я за вас, убивают барона, в итоге размен 300 фейта на барон, ну, вообще, неплохо так, с учетом того, что теперь фнатики отстают от Дегнитос всего лишь на 3000 золота, второй барон в копилку фнатиков, и на самом деле можно попытаться победить еще, несмотря на то, что дикие фейлы, но пара золота они уже догнали, а Аша, на мой взгляд, более сильный герой, чем Ковики. у Кинена есть Вота, есть Рободон, есть Войт Став, он сейчас просто наносит огромные тонны урон, ну, в принципе, как и Серапеева, которая более сильные предметы, чем у Кинена. Наконец-то собрал себе Твистед Флейт, поймали, смотрите, поймали, только не видно кого, Нуну поймали в своем лесу на синем бафе команда фнатиков, и теперь до того, как Нуну рестница остается еще 40 секунд, и я думаю, что команда фнатиков может сейчас подпушить что-нибудь. 5 на 4 с барон бафом, неплохо сейчас сыграл Нуну, остался во вражеском лесу, когда все противники были живы. Готовится, думаю, Аша уже наготове пускать стрелу, рестнулся, кстати, ингибитор на Миде, сейчас пойдут ломать его пока Нуну, был бы, надо было инченжить как-нибудь пока Нуну не рестнулся, все-таки он дает неслабое преимущество своему, своей команде, он сильно усиливает Каламбур, сильно усиливает своего АД кэри, отличный баф и ослабляет Ражеского, но поэтому также очень сильное замедление с ульты, поэтому я не знаю, надо было как-нибудь флорусить Драку, пока его нету, 4 на 5 пытаться драться за ингибитора, но чё-то упустили возможность фнатики и теперь хотят зафорсить тратит ульту аша, блин, вот это, конечно, действие делает команда фнатики просто бешеные, но то, причем временем 300 фейт пытается продолжить бакдорить, но пока ничего не получается такого возвращаются на базу Команда фнатиков и уходит Twisted Fate от Корки. Сейчас он должен тоже делать рекол. Подфармили немного команд фнатиков, надо реализовать свое золото, которое они получили. Покупает 5 вар дружанок, сейчас пойдет их выставлять и собирает, я смотрю, она Старкс для своего AD кэри, чтобы он отхиливался больше с ударов. Забирает синий баф Экспеке, выбегается на синий баф вся рава вражеская. Опасная ситуация возникает, и блин, эти дебильные лаги уже достали просто. А барон баф еще не закончился у команды фнатиков, значит барон еще рестницы нескоро. Вот только что закончился барон баф, и соответственно барон рестницы где-то 43.25. По-моему, 3 минуты после спадения бафа. Через 3 минуты после спадения бафа рестница барон. То есть баф висит 4 минуты, барон рестница раз в 7 минут, соответственно, 43.25. Рестница барон сейчас спокойно забирает его команда фнатиков, потому что слишком далеко находится команда Дернитос, и никакой драки за дракона не произойдет. Счет 13.27, а по золоту фнатики не отстают за счет двух баронов, как раз, которые принесли команде фнатиков 3000 золота. Плюс некоторое количество драконов. По вышкам все одинаково пока что. По фарму очень неплохо так аутфармят Дернитос их. 300 фарма целых у Корики, это жесть. Против 276 у Ашины, в принципе, не сильно отстают Аша. А, пытаются заинчейнджить, ну... Просто нет слов. Ребята, нет слов. Насколько это уже достало. Великолепный Твич ТВ. Твич ТВ. По-моему, использовали, а нет. Пытается зафокусить Кспеке ультом наутилуса. Делает свою ульту Аша, и опять эти замечательные лаги, ничего не понятно. Станется ушой ультой наутилуса. Кспеке, и размен пока идет 2 в 3, 3 в 3 в пользу команды. В пользу никакой команды, но вообще в пользу команды Фнатика, потому что у них остается жив АДКР. А как мы знаем, АДКР это более важная часть команды, самая важная часть команды. Так как Аша имеет целых 4 сильных предмета, то я думаю, что они даже могли бы неплохо простоять против Кваррики с наутилусом 2 на 2. Потому что у Кваррики имеется только Фейдж, Блэк Кливер и Инфинити, в то время как у Аши имеется Ласт Виспер, Инфинити, Фантом Дансер и Бут Тристер. Дэмэджи у нее гораздо больше. Полностью догнали по золоту команда Фнатика. Реснулся барон почти в то время, когда я и сказал, где-то, наверное, в 43-20 он все-таки реснулся. И сейчас произойдет, скорее всего, последняя битва за барону. Сейчас нельзя допускать ошибок вообще, ребята. Чтобы победить. У команды Дегнитос очень сильная Кассиопея с 14 фрагами, но не успела она собрать Жоню. Вот это вот может сыграть на самом деле очень злую шутку. Потому что Жоня на 44 минуте АПКР очень нужно, особенно если ты отожранный АПКР, и тебя, естественно, фокусят первым, скорее всего. А Кассиопеет такой АПКР, который дамажит в листе не хуже АДшника. Соответственно, фокус на нее нужно тоже выделять, такой же, как и на Корике. Ну и сейчас, походу, произойдет врыв, и мы опять его нормально не увидим весь файт, а все потому, что правильно. Твич ТВ. Располкивает команды Фнатиков, Дегнитосов, и вообще уже неплохо так подполкали. Я думаю, можно было бы даже заинченжить. Вот, например, сейчас подставилась Кассиопея, и ей бы можно было дать в лицо стрелу. Она бы использовала QSS, и сразу бы стан от Twisted Fate, плюс врыв от Кинена, но что-то, ребята, боятся рисковать, боятся ходить первыми. Хотя, кто, скорее, на мой взгляд, сейчас заинченжит за место, вот его и выиграет. Боятся в такой ситуации, это только проиграть. Дается хавк от Аши, ястреб, который просвечивает, как враги забирают синий баф. И вот сейчас уже будет форчиться барон. А Twisted Fate телепортируется на вражескую базу, и дело не просто бэкдорит. Снёс он первую вышку, ингибитор. Снёс он вышку. Отвлекает тем временем. Отлично просто сработал с ушей. Забустил ультой корки, и в итоге сейчас идёт драка 4 на 3, всё равно вокруг, около барона. Тем временем, X-Pio, PUSH, TOP. Остаётся в живых только Жанна и Twisted Fate. Twisted Fate уже, наверное, бэкнулся, я не вижу, где он находится абсолютно. Он пытается запушить ещё одну вышку, ещё один ингибитор. Но, блин, тут вообще, на самом деле, очень спорная ситуация, потому что враги могут закончить. Надо Twisted Fate бэккаться уже и дефить базу своими картами. Картами. Блин. Опять что непонятно происходит. Убивает ингибитор команда Dignitas. А в X-Pio убивает, ну, ну, и, возможно, сейчас убьёт ещё и наутилуса. А лисин уходит совсем на лоу-хп. Давайте, ребята, если они сейчас убьют наутилуса, то на самом деле игрой им побить уже не так трудно будет. Нет, не убивают они наутилуса до ареста пауна, а швиста на актере нам осталось буквально секунд пять. В то время как Нуну вражеские ресницы через тридцать секунд. И вообще можно забирать барона, на мой взгляд, форсить его четыре на пять, пока Нуну придёт вообще. На сорок седьмой минуте барон должен форситься, инста-форситься. У него такой же урон огромный, что ждать не надо. Барон умирает секунд за десять на такой стадии игры, я думаю, плюс там такие предметы у Лэш сильные. Это просто жесть. Атвиста начинает барона делать команда Дегнитос. По-моему, да, сейчас будут драться они четыре на пять. И скорее всего, блин, вот это ошибка от команды Дегнитос. Не дождались они Нуну и зачем-то начали делать. Барона Аша убивает двоих, третий убивает Икспеки. И размен идёт четыре в ноль, и это джи-джи. Фнатики зарабатывают вторую победу. Буквально ввели они вначале игры, потом Дегнитос перехватили преимущество. И вплоть до этой минуты неясно было, какая команда победит, но всё-таки сдали нервы у команды Дегнитос, и в итоге побеждает команда Фнатик. Сейчас они запушат и будут заканчивать, естественно, потому что Нуну один ничего не сможет отдэфить. Отличные бэкдоры от Икспеки, несмотря на то, что он не самые лучшие мувы показывал в начале игры. В итоге... Субтитры создавал DimaTorzok